Вода, земля, воздух, три стихии, три главных задачи, профилактика травматизма, личная и имущественная безопасность. Антитеррористическая работа на воде, земле и в воздухе. Наше спокойствие и комфортный полет, поездку или морской круиз обеспечивает. Транспортная полиция. Железнодорожный транспорт, поезда, электрички. Сегодня, пожалуй, нет такого человека, который хоть раз бы не проехался по железнодорожному полотну. Однако, мало кто задумывается о том, кто и как обеспечивает безопасность пассажиров на всем протяжении пути. О нашей безопасности начинают заботиться еще на входе в ЖД вокзал. Рамки металлодетектора и обязательное присутствие блюстителя закона – первый барьер на пути злоумышленников. При необходимости сотрудник правопорядка может и документы проверить, и сумку досмотреть. Уже в залах ожидания, кроме пеших патрулей, работают кинологи. Четвероногие помощники без труда найдут взрывчатку, наркотики или боеприпасы. Благодаря системе видеонаблюдения весь вокзал, как на ладони, в мониторах дежурной части. Здесь же и временное жилье для задержанных, охрана общественного порядка и профилактика преступлений на всех уровнях. К поездке на пассажирском поезде многие из нас привыкли с детства. Но во время спокойной и размеренной жизни под ступ колес и убаюкивающее покачивание вагона пассажира могут подстерегать неприятные, а порой и опасные сюрпризы. Каждый пассажир, только он сел в поезд, он знает ему ехать трое суток. Он сразу идет стоять на зарядку. У него, в общем-то, именно в этот момент телефон сел. Они поставят где-то там возле проводника, либо в нерабочий тамбур поставят на зарядку. И вроде отвернулись буквально на 3-4 секунды, пожалуйста, его нет. То есть телефона уже нет. Понятно, что большую часть, конечно, мы раскрываем сейчас. Есть такие возможности. Но вот это, наверное, халатность пассажиров. И, наверное, второе, то, что очень часто у нас же в поездах тоже ездят те граждане, которые, так сказать, ранее уже привлекались за эти кражи. Если у нас граждане сел он в поезд, достал планшет, достал телефон, телефон, который стоимостью айфон там за 20, планшет то же самое. Ну, а для того, который этим раньше занимался и увидел, вот это вот понятно, это же своего рода тоже оставил без присмотра, либо ты похвалился какой-то вещью. Для него это лишний повод, чтобы он захотел украсить. Сегодня для раскрытия любых видов преступлений в поездах дальнего следования у транспортной полиции есть все необходимое. Полицейские наряды на вокзале, в составе и на перроне. Отдельное направление работы транспортной полиции – это пригородное сообщение электрички. Здесь правоохранителям необходимо выполнять сразу несколько задач. Это и общественная безопасность, и мелкие правонарушения, и порой серьезные преступления. Пригородное сообщение мало чем отличается от пассажирских поездов дальнего следования, разве что расстоянием. Выпившие, воришки, хулиганы. К сожалению, не редкость и в электричках. И здесь – обязательный патруль полиции. В помощь правоохранителям вновь система видеонаблюдения. Не только стационарные камеры в вагонах, но и видеорегистраторы контролеров. Последние нередко выручали в расследовании административных или уголовных правонарушений. Следят за порядком сотрудники и в самом пригородном вокзале. Воздушная гавань и безопасность полетов. Также вотчина транспортной полиции. Совместно со службой авиационной безопасности, стражи правопорядка работают на всех этапах небесного путешествия. Тщательный досмотр на входе в аэровокзал. Снова рамки металлодетектора. Рентгеновский аппарат для багажа и ручной клади. При необходимости дополнительная проверка документов и досмотр чемоданов. Особый контроль безопасности багажа. После проверки при входе в аэровокзал уже невидимые для пассажиров меры предосторожности. Вновь рентгеновская проверка и обязательная работа кинолога с собакой. Там, куда нельзя никому, кроме некоторых сотрудников аэропорта и, конечно, полицейских. Пока работа кипит в багажном отделении, сотрудники авиационной безопасности и полицейские осуществляют финальный досмотр и проверку пассажиров на входе в стерильную зону. Но и дальше без бдительного присмотра служителей закона не обходится. После тщательной проверки багажа и документов при входе в аэровокзал и повторного досмотра, когда вы оказываетесь в так называемой стерильной зоне, в зале ожидания вылета за вашей безопасностью следят также сотрудники транспортной полиции. Таким образом, полицейские присутствуют абсолютно везде, вплоть до посадки в самолет. За порядком на всех этапах следит целый отдел правоохранителей. Иногда сотрудникам транспортной полиции приходится знакомиться с известными личностями, депутатами Государственной Думы или знаменитыми певцами. К сожалению, приходится это делать вот в таких клетках, потому что нередко эти люди являются авиадебоширами. Вот они, люди, которые по той или иной причине перебрали с алкоголем и своим поведением подвергли опасности всех остальных пассажиров. Это оперативные кадры того, как себя ведут авиадебоширы уже после самого важного – снятия с рейса. Причем отказать человеку в полете имеет право только командир авиалайнера. Сотрудники авиакомпании или члены экипажа составляют специальный акт и уже после этого вызывают полицию. Правда, разбуянившийся пассажир до последнего винит в своем сорванном небесном путешествии людей в погонах. Ну, за отчетный период, грубо говоря, на ноябрь месяц у нас недопущено полета около 90 человек в состоянии алкогольного пьянения. Более 40 были сняты с бортов воздушных судов, то есть по прибытию члены экипажа сообщают о наличии на борту такого пассажира, то есть вызывается наряд, ну и проводится весь комплекс мероприятий. Естественно, человек, когда приходит в состояние адекватное уже, он начинает спрашивать, почему мы его сняли. На все вопросы объяснить или пояснить гражданину, что как бы вас снял командир корабля. Но он говорит, ну я же в милиции нахожусь, вы давайте мне объясняйте, почему вы сняли меня с борта. Обеспечение безопасности и охрана правопорядка на речном и морском транспортном сообщении – также задача полиции, начиная от патрулирования морских и речных портов и заканчивая работой непосредственно на воде. Проверка документов, спасательных жилетов и всего остального, что влияет на спокойное, а главное – безопасное путешествие по водной глади. Антитеррористическая защищенность всех транспортных объектов на плечах полицейского спецназа. В последнее время все патрули усилили вооруженные автоматами сотрудники транспортного ОМОНа. В случае какой-либо беды или даже намека на экстренную ситуацию, отряд особого назначения незамедлительно придет на помощь. Старший дежурный ОМОН, лейтенант Москвы. Есть. Принял. 20-й молнии. На приеме 20-й. В рубеж. 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 Сегодня можно смело утверждать – на земле, в воде и в воздухе наша с вами безопасность в профессиональных, а главное – надежных руках транспортной полиции. В данном случае, конечно, и технические в оснащении, и в безопасности, я думаю, что у нас намного лучше и больше. Здесь можно гражданину вести себя хотя бы чуть-чуть расслабиться. Он может, зная, что здесь он в плане антирористической защищенности какой-то, он уже защищен. Продолжение следует...